Помолимся, Божьей милостью будем и грешным, создав ими Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Во славу Божию. Благослови Господа этот разговор, чтобы милость Твоя была и благодать покрывала нас. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Вот так. Садитесь. Тут получилось у нас какая-то, сказать, неувязка или неурядица. Вчера пошли вы, как всегда, в воскресенье я зашел, вы сидите тут. Я говорю, вы пойдете сегодня там Евангелие-то раздавать? Вы говорите, да. Ну, вот Игорь и Володя, сказать, Сергей Кубков, Игорь Дубунов. Ну, и пошли когда с машины-то, меня Сергей спрашивает. А тут выставка православная, если ваши книги, как раньше, выходили. То есть я сказал, нет, это... А почему никому это не надо? Это продажа. Там люди, которые что-то продают. И им нужно сферу влияния расширить. И туда идут люди, которые хотят что-то купить, пообедать. И они не до вас там в это время-то. Они на один день или на два дня, и выставка, ну, неделя там, выставка закрывается. Может, издалека люди. Но я знаю обстановку. Они совершенно непригодны. А я еще ради приеду. Они, может быть, помещение арендуют. Тогда были, смотри, как бунтовались эти адвентисты седьмого дня. Они арендовали дворец спорта, и каждый день платили сто тысяч. Сто тысяч? А тринадцать дней, значит, миллион триста тысячи заплатили они. Я с Сергеем сразу... Так было, Сергей? Вчера разговор, когда из машины ты вышел, и здесь... Да, да. Я тебе ответил. А о том, что вы туда пойдете, у меня даже порошинки не было. Еще ради потихода-то совершенно не нужно, вредно, бессмысленно. И поэтому я даже... Мне никто не сказал, просто, чтобы дал книги, пошли с книгами. Только речь об этом идет. Я отрезал, просто решенных книг не даю. И потом Надя первая позвонила. А тут нас вроде арестовали, там что-то... Я говорю, бумага-то у тебя с собой, а какая бумага? Этот закон-то яровой вышел. Я стал сразу узнать, первый, кто на меня вышел, это Степаненко Максим. Он говорит, вы знаете этот закон? Поэтому с этим законом не шутят. Вы постарайтесь, чтобы было как... То есть, дружески очень. Максим Валерьевич, как-то у Степаненко. Вот я вам выдавал такие справки, и все помятые. Как так? Я сказал, твердые корочки заложить. Это не на один день, а на многие дни. Вот, посмотри, сейчас я покажу. Это вот свидетельство о регистрации. Не спеши только, быстро, не дергай, сказали камерой. Внимательно. Так. Это потом обратно заложите где-то. Ну и вот свидетельство еще одно. То есть, мы вооружились согласно законодательству. Все, регистрации. Если у тебя с собой было, ты принесла сейчас, нет? Да, нет, я не принесла. Не принесла. Нет, ну у тебя есть. У меня сразу спросили. У меня сразу спросили этот документ. Я сразу и показала им. Ну, больше не знаю ничего, что там было. Но батюшка говорит. А я, говорит, их видел. Они, я, говорит, иду, уже поезжаю. Они, говорит, туда, говорит, до другой стороны от меня, видимо, от меня, говорит, хотели. Я говорю, нет. Игорь любит свободные места, где машина не мешает. И там мимо элеватора и дальше. У нас такой посещенков был. На машине грузовой приезжал шофер. Правила почти никакие не знал. Его ни разу не арестовали. Он по таким улицам здесь ездил. Сделают командировку, вернется в Потеряевку. Вот такая история была. Ну и батюшка говорит, зачем они пошли-то туда? Ни благословения на это не было, ничего нет. Не знаю, я не могу ответить. Я сразу все бросил и на молитву. Помолись, маленько погоди, опять на молитву. Главное оружие у меня было с собой. У вас его не было с собой, конечно. Это вот три святые, сто поклонов, пасхальные. Вы меня вчера отбили от всего, мне ни до чего. Я только о вас думал. Потом проходит время какое-то. Сергей позвонил, и ты. Ну и уже знали кое-кто, уже спрашивает. Молова-то пошла. Я хочу сейчас узнать, как это было. Во-первых, прямо начнем отсюда. Вы пошли. И почему вы не пошли туда? Здесь у Марии Ра, на Пушкинской. Там это Демидовский столб стоит. Мы всегда там рядом были. И я так и представлял, как вы ходите. Нигде по-другому не было. Было по улицам пройдете. И вдруг туда пойти. Чего это предложение было? Это предложение было мое. Я так и подумал. Так и подумал, что это твое предложение. Необдуманное. Без совета. А как? А вот, небось. Возьмем что-то. Учить надо. И то есть, тот, кто сделал это, подскочил там, схватил и прочее. Это человек не получал сдачи. Он не знает что-то такое. Он рано или поздно натолкнется, люди будут ахать. Ах, хороший человек. И как он попал? Эта нитка оторвалась. У него на этом хорошей грязи висело 3 тонны. А под седем килограмм оторвало. Я это отлично знаю. Ну и ты предложил Игорю так, а он не против, согласился. Ну, у нас постоянно это идет. Когда мы начинаем где-то благовествовать, мы советуемся. То есть, где лучше. Ну-ка, иногда, мое мнение побеждает, иногда Сергия или там Володина. Ну, а в этот раз у нас катализатор был батюшка. Перед тем, как ехать туда на ярмарку, на православную, это он сказал, кто со мной хочет поехать. Ну, я посмотрел на Сергия, смотрю, он заинтересовался. Думаю, ну, точно на эту ярмарку сейчас скажут, поехали. Ну, так и сказал. Ну, я как бы уже это обдумывал. Думаю, ну, поедем на ярмарку. Я думаю, перед тем, как там ярмарка, там же куча народу ходит туда-сюда. Я думаю, я-то как представлял ярмарку. Я думал, ярмарка, это, ну, как ярмарки. Там мед продают, ягоды какие-то, поделки там православные и так далее. Ну, что это будет из Софрина, там, из разных заводов этих церковных, продавать церковную и около церковную утварь, вплоть до каких-то именных ложек, там. Ну, то, что крестики, там, иконки, понятно, там еще всего, там, всего, да, всего. Я даже и понятия не имел. И что он будет в самом этом дворце спорта, там, заходить надо на эти трибуны. Я думал, как всегда, вот тут вот по кругу, как у них обычно. Ну, понятно. Заходишь, там помещение, ну, прошелся, посмотрел там даже за стеклом. Вот я был, Сергия, на собачьей выставке. Так же все было, там куча народу. Заходим, снимаем, все у нас спрашивают. Так, а вы знаете, что там снимать, что попало, нельзя? Ну, мы ничего попало. Мы снимаем, ну, просто себя и беседуем с людьми. Вот тут собаки есть и так далее. Вот у нас дрессировщик. То есть это мы не первый раз туда попадали. Но мы первый раз попали вот на православную ярмарку. В следующий раз я туда уже не пойду на эту. Во-первых, там, ну, людей там много. Там можно было раздать все, что у нас есть, и еще раза в три больше. Это прям люди расхватывают Евангелие. Не просто вот так, как-то там, ну-ка дайте. А прям монахини у меня, наверное, человек пять монахин взяли Евангелие. То есть людям, это же тоже накладно, такую литературу. Там, кстати, литература была духовная. Тоже покупать книжки красивые, все в переплете. Но они не по вам поступают, как вы берете там и цену на три там делите или на два. Они-то по полной программе, тысяча-полторы. Ну, а люди просто хотят иметь Слово Божие и читать, и что такого-то. Ну, а то, что там дальше началось с этой камерой уже. Так, я попутан спрашиваю. Когда батюшка спросил, кто со мной, он что, имел в виду вас на машине, что приедете? Там будете ходить, снимать, будете раздавать. Он разве это имел в виду? Так, ну, во-первых, он пригласил, говорит, кто поедет, там, сестры, там, кто поедет со мной. Он имел что в виду, что вместе с ним сядьте на машину. Ну, кто-то сядет, да, и поедут туда, на ярмарку, и там посмотрят. Ну, да, но он не имел в виду, что вы должны поехать там или что-то делать. Ну, явно дело. Это уже никакого отношения к батюшкиным, то есть батюшкина мысль попала, что есть ярмарка. Да, а так бы мы и не знали, эта ярмарка нам, зачем она нужна, эта ярмарка, чего там, мы не видели. В церкви везде это все продают, всегда. Заходи в любую. Ну, не стоит только этот самый момент дальше. К этому что можешь, Сергей, добавить? Ну, брат сказал, что батюшка был катализатором. Когда мне Дух Святой подсказал, нужно идти именно сегодня, именно туда, я о батюшке совершенно не думал. А почему ты думаешь, что Дух Святой сказал, а не сама власть все ваше? Как-то на Духа Святого, тебе как пейся от них. А они какую бы бяку ни сварганили, у них виноват Дух Святой. А почему вы говорите, что это не Дух Святой меня туда послал? Я не знаю, я как раз и не говорил. Я спрашиваю, откуда ты это знаешь? Да потому что я молился об этом, я хожу, понимаете? В отличие от других, которые не ходят, а только со стороны говорят, благословил, не благословил. Я хожу. Мы когда на собачьей выставке туда ходили, нас не били. Когда ходили на Новый Год, нас не били. А когда к православным пришли, нас побили. Ну не побили, ну не побили. Тебя потолкали как следует. Ну вы били, понимаете? А я вышел спокойно. Поговорил еще, побеседовал. В этом же месте был Новый Год, пьяные люди. Мы с вами туда ходили, вас там трясли, вспомните. Ну это елки, на елки были. Ну елка. На елки на площади, но не на крышу здания это. Вы под крышей были? Под крышей, да. Ну это уже здание, которые они... Я имею в виду место тоже, место. Ну это не то же, не то же. Это площадь сахара, ну и тоже, не то же. Вот. Под открытым небом было. Мы когда ходили, елка городская стояла. Потом, задача раздать как можно больше. И там людей поток. И люди пришли туда... И за духовной литературой. И за духовной литературой в том же. В том числе. Если вы свои книги не дали, я беру тогда свои и иду людям раздаю. Они нужны, востребованные, это Евангелие. Понимаете? Ну ладно, теперь... И мало того, мы подходим, и мальчишка стоит, который с нами по скайпу молился. И раздает Евангелие там. Ну скажи, патриарше Евангелие... Под патриарше Евангелие. И наших попросил. И наши. И он там стоит и раздает. Один. С бородкой все православное. Ну ладно, после того, как вот это все произошло... Вы при том же мнении остались первоначальным, что надо было туда идти. Конечно. А вот Игорь говорил, больше никогда не пойду. Вы уже разошлись. Нет, я туда внутрь не зайду. Я на площади буду стоять, да и все. На площади? Про это и разговор нет. Площади. Вы вовнутрь взяли то помещение, которое арендует, платят деньги. Ну и что платят деньги? Ну ладно. Ну я не понял, что тут начинается, какой суд. Я от Сергея не отрекусь. Не надо меня на это толкать. Я не батюшка. Ну, ну, а что толкать-то? Подожди. Да не надо меня от этого... Чтобы я отрекся от этого дела. Я там был и был. Все. Я виноват в чем-то? Давайте меня вините. Суд тут давайте. И епископа вызывайте священников. Так, так, так. С ними там и так же разговаривал. Кто я? Ну. С кем с ними? Ну, кто там был? Вот с этим вот, который схватился за камеру. Я ему сказал, ты больше на сектанта похож, чем я. Он меня сектантом обзывал. Но я ему не сказал, что он сектант. Мне зачем это надо? Я ему сказал, ты-то больше похож. Ты бритый. И в джинсах калеченных какой-то. И с надписями всякие там майки, футболки. А перед тобой люди стоят, Евангелие раздают. Тем более у нас вот эти вот плакаты были. У меня были сзади, спереди. Еще по бокам только. Что непонятного-то? Какой я сектант? Это что, плохо видно? Скажите мне, вот так вот на мне, если я буду вот так стоять. Вот я стою перед ним, вот так вот он. Ты сектант, ты сектант. Это скажет камуфляж. Это немало не поможет. Игнатий Иванович, значит мы сделали совершенно правильное и в этот гадюшник залезли, или там змеюшник, или там осиное гнездо, и немножко разворошили. Пускай чуток знают, что есть православные. А так мы, как тогда, что они узнают? Пускай Евангелие тогда раздают заместо нас. Ну ладно, я же. Мы там Евангелие раздавали, мы там не ходили себя показать. А я не понял, что-то это ломается. Да, хватали, толкали когда. Оторвали? Ну конечно оторвали. Пришлось уже самим. Так, а ты где была в это время, бабушка? Ну, когда мне этот дьякон сказал, что выйдите отсюда. На ней тоже был плакат. И у меня тоже плакат был. На ней тоже плакат был. Они нас поэтому и вычисляли. Ага, и он говорит, там прибежала одна женщина. Ой, так там их оказывается целая куча на них. Не только она одна, одна. А я всем раздала Евангелие, они все у меня взяли. А потом продавщица говорит, из Москвы. Я говорю, а вы откуда? Они говорят, из Москвы. Они не знают. Они литературу продают. Я раздала. Они говорят, так это сектанское Евангелие. Я говорю, ну почему сектант? Это же Евангелие от Иоанна. А вот написано, там комментарии. Да там лига карманного Евангелия с 1873 года. Ну и что, люди решили, чтобы люди в кармане носили за место денег Евангелие. Батюшка, ну-ка скажи, какой-то батюшка у них такой солидный. Подошел, стал смотреть. Ну-ка дайте я посмотрю. Посмотрел. Говорит, да. Ну а зачем вы помогаете этим сектантам распространять их литературу? У нас своя православная красная патриарша это есть. Я говорю, ну в данный момент у нас нет. Вот только, ну это Евангелие от Иоанна. А они тогда, отдайте обратно. И все человек 20, наверное, взяли, и все 20 мне вернули эти Евангелия. Мне трое вернули. Вернули Евангелие. И говорит, мы боимся, вдруг это правда сектантская. А этот говорит, да, это сектантская. Ну, я говорю, ну сектанты выпускают, но это же из православной Библии, синодального издания Евангелия от Иоанна. Одно из 77 книг. Ну, он тогда подошел, дьякон наш, дьякон из монастыря. Он нас знает, он говорит, да, я их с мамой. Знает. Он говорит, я их знаю еще давным-давно при отцам организации. То ли он у вас был на занятиях, что ли? Да, конечно, был. Он к Никите был завсегда тай. Аж прям кипятком писал. Ой, хочу. Мы с ним разговаривали, постоянно беседовали. Я его говорю, ты чего такой квелый? А он как девчонка, так и все, смеялся. Ну вот. Дьякон? Да, вы его знаете. Вы его знаете. Он был в Потеряевке, ходил на занятия к вам в университет. Да, да. Давнешний, такой худой и вот такой вот так смеется. Я с 90-х годов их еще знаю. И его сейчас сделали дьяконом, наконец-то. А я думаю, ну что знакомый. И я вижу, он меня понужает, хосы в гриву. Я говорю, я что-то не понял. Ты чего ты? Мы же православные. Евангелие распространяем. Да я сейчас пойду к митрополиту. Он вас разнесет в пух и прах. Я говорю, стоп. К митрополиту Сергию? Он, да. Я говорю, митрополит Сергий нас прекрасно знает, что мы распространяем Евангелие. Ты чего думаешь, он сейчас придет с посохом со своим и нас начнет жупелить, что ли, по спине? Я говорю, ты глубоко ошибаешься. Я говорю, он еще скажет, правильно делают, что распространяют. Иди спроси. Он пошел и пришел такой, а уже полицейский. И он, я представитель Московской патриархии, дьякон Георгий. И я тут представляю, ну, короче, курирую эту ярмарку. Но епископ, митрополит подойти не может. И я тоже никуда не пойду. А полицейские смотрят на него. Им все равно кто там. Митрополит. Они говорят, а при чем здесь вы? Вы что, видели что-то? Он, нет, я ничего не видел. Они сразу бросили его внимание, все. А там женщина одна. Я зато видела, как начала орать. А Сергий пытается ее перекричать, что-то ей доказать. Она, я из Софрина, я там самая честная православная. Ну, конечно, в сережках, в штанах и все остальное. Это стриженная, крашенная вся. Я говорю, подождите, вы не могли видеть. Я говорю, откуда вы видели? А там столько народу ходило. Она, я была напротив. Я говорю, ну, даже если напротив, вы не все видели. Я говорю, вот я стоял прямо в одном метре. Вот я все видел. Я еще хотел это, тоже руку его схватить, потому что вижу он камеру. Он не просто так, что там толкнул или что. Он специально схватился, протянулся через стол. Стол здоровый. Он не мог, и говорит потом в милиции, он прямо вот так мне к лицу подвинул камеру. Я ему говорю, стоп, стоп, у тебя стол метр двадцать, не меньше. Он, и тем более, что он стоит ниже, а он там стоит на каких-то приступочках за прилавком своим. И поэтому он и успел схватить его камеру, что ему легко было до Сергия достать. А Сергий ему, я говорю, ну, зачем? Вы же, говорю, грамотный человек. У него есть приближение и удаление. Ему зачем к вам подставлять камеру? Он просто стоял и с вами беседовал. Вы же, говорю, наверное, православную Библию знаете? Конечно, знаю. Я говорю, ну, и раз вы ее знаете, вы почему с ним по Библии-то не беседовали? Сказали бы ему местописание, почему нельзя снимать. И все. Я говорю, тем более, что... Я говорю, вы что так завелись-то? Не вас снимали. Там иконы сзади него были, ну, правда, красивые. И он просто это увидал, меня же снимал, как я раздаю Евангелие, с людьми беседую. И в этот момент увидал иконы, Сергий. Ну, что сделаешь? Ну, иконы красивые, он православный. Начал снимать иконы, ну, и этот стоит продавец, он мимо него провел дальше. И тут началось вот это вот сваро. Я говорю, ну, зачем вы эту свару затеяли? Я говорю, а я могу сказать, зачем? Вы-то не говорите полицейским. Потому что вы сразу крикнули, а вы сектанты, здесь сектанты. И все обратили на нас внимание. Вот и все. Вы супер православный просто. Который не знает, как любить врагов. И Сергий тут начал тоже ему говорить за это. Ну, если ты, говорит, знаешь, и ты православный, врагов надо любить. Ну, сектанты попали. Так ты начинай благовествовать. Чего ты испугался-то? Чего? Непонятно. Чего случилось-то тут? Вообще не... Тебя просто снимают твои иконы. Это еще лучше даже для тебя. В общем, короче говоря... Я говорю, ладно, и полицейским говорю. Ну, скажите, ну, что хуже? Кого-то снять на видео или кинуться в драку и начать такую свару? Они, ну, конечно, драться никак нельзя. Я говорю, ну, а это получается уже практически драка. Драку-то кто затеял? Сергий, это... Этот, что ли, человек, который снимал? Он просто снял, и это отразилось на пленке. Никаких фактов. Я говорю, что, с лица этого молодого человека нам воду пить, что ли, или что? Он что, прекрасный какой-то такой, что за себя? Или в чем дело? Я не могу понять тут. Я говорю, и он просто хулиганский, сделал хулиганское действие. Схватается за камеру, ломает ее специально, выкручивает ему руку в этот момент. Сергию приходится... И вот у них вот такая битва происходит, потому что один... Этот так его чуть-чуть зацепил, а Сергий... Ему надо камеру сохранить. Он понимает, что это дорогая вещь. Он начинает уже... Уже и сам думает, не рад, наверное, что застановился. И я не успел ему сказать, хватит тут уже стоять, потому что тут люди налетели, Евангелие все раздал. Я Евангелие, вот сколько у меня было... Недавно такое было, снимали там полицейских. Ну и подали на них в суд. И суд решил в пользу того, в магазине снимали, нельзя. Везде можно снимать. Военный объект, там пишется, что нельзя. И поэтому все ролики, все пока... Отвечает юрист, сидит. Нет, говорит, это беззаконно. И подали они в суд, сразу гражданский... Решил буквально в следующий день суд. Того, кто милиционер запрещал, и который влезет. Мы имеем право снимать везде. Вот мы ехали, когда нас остановила полиция, ну и мы... Ты шел как раз, ты снимал. А он говорит, снимать нельзя. Я говорю, а почему же нельзя-то? Он не стал спорить, уголовный розыск. Когда стали заходить в здание милиции, полиция эта, он говорит, здесь нельзя. Я говорю, здесь нельзя, убери. И все. И зашли, и тогда мы нас допросили, и мы поехали. Ты был с нами, когда Севастян ездил? Ну вот и все. Тут вот что. Кто он такой, его даже не записали, кто он сделал. Это хватался. Да почему Сергей может узнать? Из-за стола. Я думал, он сзади, говорит, он подошел, на него кинулся. Передают-то как. Да, это уже. Значит, а зачем так близко подошел к нему, когда он против? Я не ожидал. Там же прилавок такой. Вот это и плохо, что не ожидал. Вот такой вот. Я дома сижу, вы уходите, уходите. Двое-трое там, Витя с вами. Я только наказываю, сохраните аппарат. Чтобы один, который снимает, один раз дает, если когда он снимает. Другой, стой рядом, смотри, ближе там 3-5 метров никого не подпускать. Сразу сворачивай. Я постоянно, ты помнишь? Я ни разу вас не выпустил, и этот раз так же говорю. То есть, вы не слышите, вы такие веселые ребята, залихвастки. У вас вид, знаете, как Петр Первый говорил, вид подчиненного должен быть лихой и придурковатый. Чтобы никто не подумал, что должность его в начальника сбиваешь. И вот, я думаю, это тоже Петр Первый знал. И давно лихо видно, что его можно держать на работе. И придурковатый. То есть, чтобы не посчитали, что клиния бьет под тебя, начальника свернуть. Это вообще мудро сказано. Так, вы здесь поступили неразумно, не благословясь. Заранее меня не предупредили. Я на молитве в это время не был. У меня шли разговоры здесь. Записи интересные. Просто интересные записи были. А в это время вы сказали. Я сказал, прекращай, все, ухожу. Дорогой человек пришел, долго ждал. И все равно я все скорее. Потому что вы в беде. Позвонил, а это первое. Спаси Христос, Надежда Васильевна. Вот такое дело. Значит, как говорят в народе, разбор полетов. А тут в полном смысле все полетело. И батюшка был. И высказал, как же так. Они пошли туда. И не благословились. То есть, он даже и не думал, что так поймете вы. Что идите туда. И вы туда с грузовиками можете к ним заезжать. Как говорится, на вертолете залетать. Нет, конечно. Он даже в виду не имел это. Батюшка тут совершенно ни при чем. Ты про выставку мог прочитать в газете. Где батюшке здесь. Никак он здесь не связан. Я связан. Все, батюшке никак не связан. И никогда он не был связан. Не надо, не надо. Подожди, минутку. Не надо дерзить. Слова никогда нет. Мы говорим об определенном случае. А когда он подходил и говорил, Игорь, благословляйте, иди на благовестие. Никогда. Такого не было. Не надо, ты сам наш, Игорь. Послушай внимательно. Если вы так со мной разговариваете, то я могу допустить, что и вы там разговаривали неласково. И они могли на вас напасть. Что разговаривали? Я еще разговариваю. Ну так вы спрашивайте уже тогда, что там было-то. Сейчас, подожди. А то вы сами что-то придумываете на нас. Игорь, я тебя не перебивал. Так вы зачем нас пригласили тогда, я не могу понять. Я не перебивал никого. Нас слушать или... Я не перебивал слушать. Или самому придумать что-то. Вы же говорите, так нельзя. У нас был Волков такой. Он ни на кого не смотрел, затер. Понятно. Ну и все, вылетел. Да, ясно. Не надо бурщать, спокойно. Вот, значит, повторяю. С этой камерой. Где она у меня? Вот она. Она мне очень дорогая. Я ее купил. И мы с ней проехали до Владивостока, порта находки и все снимали. Проехали Турцию. Нас задерживали там. Полиция многократно нас задерживала. Подходили люди, которые были против и хотели. Доехали до Португалии. Доехали Афины, город где есть. Скандинавия, Прибалтику. И нигде никто не прикоснулся пальцем. Почему? Все время сразу пятился назад. Я снимал в основном. И сразу дальше опять начинали снимать. Вы были неаккуратны. Я думаю, это ваше неправильное поведение спровоцировало. Он сказал, да я отошел. Вы же не его пришли снимать иконы-то. Это не надо было делать. Ты был вот сейчас, допустим, на Благовещение. Я говорю, нет, я не пойду. А потом, когда тут у меня появились новые данные, я решил пойти на Благовещение Покровский собор. Мы там отстояли. К нам приезжает дьякон, там Владимир, кажется, он черных или черный, фамилия его, высокого роста. Он ко мне подошел и говорит, а вы знаете кто я? Я говорю, кто. А вы вели занятия в летном училище высшем авиационном, а я там учился, курсант. А сейчас он дьякон. И в это время здесь же отец Сергий Беляев, бывший секретарь епархии, он посредине молебны считать уже, после ко кресту подошли, а мне охота снять две иконы здесь. Я сразу прошел от креста и подошел к нему, поздоровался, он до того обрадовался. Я говорю, отец Сергий, я вот в правом пределе тут хочу снимать. Да какой разговор снимайте? Я у Филарета тогда спросил, я говорю, мне тут нужно кое-что снять и торговлю. А Филарет это игумен, он бывший тоже секретарь. Он, идите снимайте, тут у нас очень хорошие отношения. Даже не выскажешь как. Ну вы были, когда здесь, то только зашли там, этот, который, в Димитриевское, то он сразу смещение. Скорее, давайте, ребята, сфотографируемся. И вас начали фотографировать. Ты был тогда? Ну был, там Витя был как раз, вас фотографировали где-то. Значит, тут надо, говорят, тише воды, ниже травы. Личнего слова не сказать. Нас однажды задержала полиция, и он прямо наседает на нас. Одно слово, и все вспыхнет и взорвется. У вас документы есть на эту аппаратуру? Есть? Есть документы? Документы, какие документы? Это даже, я не стал спрашивать, какие документы. Какая причина? Да вот то другое. Ну тогда надо идти к начальнику, я говорю. И он пошел. Начальнику документы показали, идти через дорогу, мы идем, все снимали. Как только зашли к начальнику, он документы взял на него, так, отпусти их. А там у нас пищать стоит, откуда мы едем, просим содействовать нам. Понял? Они нас провожали, в Турции нас держали. В это время турчанки начали нам помогать. Начальник полиции вышел. Почему? 12 часов стояли на ветру, только молились. Русская мафия нас захватила, мафия. И когда они проходили последний раз мимо, вахта у них меняется, мафиози, это тоже мимо нас. И слышу, говорит один, этих нам не взять. То есть они поняли, почему мы на молитве стоим. А рядом полицейский участок через стекло. Нас все видят, идут тысячи людей. А мы с коленей вставали, простирали руки и открыли двери. Это была не игрушка, это Турция при входе в Грецию. Значит, камера пострадала. Я сразу сказал, мне, я еще утренние записи не сделал. Немедленно купить и мне положить на стол. Это правильный выход. Ко мне сегодня позвонили, кто работает в магазине. Он приехал в два часа, вчера уже купил, проверил. Камера, вот она, которую мы снимаем сейчас. Эту пока не трогай, оставь. Я тогда поищу, кому отдать. Я сам переговорю с Алексеем. С Алексеем, он программист, у него много знакомств. Я не знаю почему. Он мне всегда ремонтирует все, кому-то отдает. Я Алексею очень доверяю. Он самостоятельный мужчина. Я ему уже звонил. Алексей Загуляев, ты звонил. Сережа, это не все. У нас дорога, забирают документы. Николай Крущина не тебе ровня. Проехал всю Европу, знает. Документы не отдают. Я говорю, может мне пойти? Да не надо, это бесполезно. Николай сел в машину, я потихоньку вышел, взял документы, пошел. Прошло минут пять, я иду с паспортами. Так паспорта отдали. А он там был, я не знаю, может больше часа. Нет. Это надо в каждом случае знать, что сказать. Как сказать? Те же самые люди, они не отдавали, а тут отдали. Теперь мы приезжаем в Болгарию. Только заезжают. Остановили. Ночь наступает. Документы взяли, не отдают. Я пошел, ни под каким видом. Я говорю, ребята, дорогие братья, больше ничего не делать. Выходите на улицу. Вышли, давай молиться. Встали, подняли руки, поблагодарили Бога. А их большая тут, которая таможня проверяет, они там забрали, там сидят люди. И в это время начальник подошел, тут звонит. Я говорю, почему не дают? Он сейчас звонит. Сейчас свяжется там с министерством, то другое, с начальством. Я говорю, суббота, вечер, никого нигде нет. Вот так, ребята, быстро машину, братья, молимся. Задерните шторки. И мы стали внутри машины молиться. Ну, я не знаю, сколько, но не больше 10 минут. Из таможни выбегает девушка одна, прибегает и паспортает. Пожалуйста, езжайте. Я говорю, так не пойдет. Принародно били, а хотите тайно отпустить? Где этот начальник-то? Она его искать. Я говорю, мы не уедем, пока начальника этого не увижу. Мы сейчас пойдем уже сами, своими путями, я говорю, разговаривать будем. Ни под каким видом. Мы тогда помолились, еще раз сели и поехали. Понятно? Нас задерживали, как ваххабитов, милиция. Третьяков идет, говорит, а что? Они нас за ваххабитов считают-то. Я тогда встал, пошел. С Третьяков два раза нарушил правила. Я два раза ходил из Шукши, где Шукшин-то есть, там, с Роски-то. А они скорость определили, дальше деревня, еще там где-то. А он думал, что скорость, уже ограничения снято. Ну, и превысил километр на два. Но превысил. Мне пришлось опять брать документы, подходить, начальник махнул рукой, отпустил. То есть, у нас опыт есть. И ни разу вот этот аппарат никто рукой не прикоснулся даже. Вы пошли, и не так получилось. Разговаривать нужно очень кротко, смиренно. И даже не разговаривать, больше молиться. Что хотела сказать? Да я хотела сказать, что вот этот диакон, он сказал мне, говорит, выйдите, пожалуйста. Все? Может, на это. Я вышла. Он говорит, вот здесь на крыльце можете что угодно, благовестия, нет, он не сказал, проповедуйте, раздавайте. Вот здесь можно. Все? Лучше не придумаешь. А там они остались, я их не вела. Потом я, когда их увели, я не пошла с ними. Их, когда увели, я снова зашла туда. Ну, я уже сняла это вот занятие. И, а, я с этим Ваней, с юношей, помогла ему. Я говорю, вот что так посильно стоите, разве так можно? У тебя точно такая же была вот эта, да? Да. Ну-ка, подскажи, как ты ходила. Вот так, да? Ну, я сняла. Еще работу, американская, безработная. И, и когда это, я с этим Ваней поговорила, я говорю, вы активно действуйте. Я взяла Евангелие, показала им, как надо. Подхожу и говорю, Христос воскресе, подарок вам. Это православные все. Они берут сразу с радостью. Так это бесплатно. Сколько платить? Бесплатно, говорю, бесплатно. Патриарх Кирилл выпускал, бесплатно сказал раздавать. Они обрадовались. И я все, у него стопа была, я все быстренько помогла им раздать. Ну, ладно. Раздали. И теперь я, он говорит, а как, говорит, мне теперь нужно домой съездить? Он съездил домой, привез еще кучу этих Евангелий. Я туда зашла, снова сняла эту, сняла, зашла, там знакомых встретила. Подхожу, патриарх, ой, патриарх, митрополит стоит, и вот этот же самый диакон, там еще священник. Митрополит был? Да, все, до самого конца он там был. Я два раза с ним встречалась, разговаривала, беседовала. Я говорю, вот так и так с нами поступает здесь, чем объяснить? Он говорит, это он? Надяка она показывает. Я говорю, он, он. Он меня выгнал, говорю, и ребята, я не знаю, говорю, а ребята сейчас, говорю, кто-то полицию вызвал, их увезли. Он говорит, а я вам запрещаю, так Надяка, а я вам запрещаю этих людей трогать. Этих людей не трогайте, дайте им свободу, пусть они благовествуют, пусть они делают, что им могут. Я говорю, вот какие Евангелия, это же православные, с православной Библии они печатают. Ну, и что, что у нас таких нет, так вот у них, а мы им пользуемся. Он взял у меня эту стопку, митрополит к себе в карман положил, диакон тоже взял у меня эту стопку, тоже положил к себе. Ну и все. Документы, я документы показала, мне сказали, что нет здесь подписи вашей, митрополита Сергия. Говорит, была бы подпись. Он говорит, ну что моя подпись, печать сюда надо поставить, потом прийти ко мне в кабинет, я вам поставлю печать. Да не надо зачем, у нас своя община, от общины. Они никакого отношения не имеют, и не имеют права даже сюда печать ставить-то. Наша регистрация, отдел юстиции мы показываем, и наше собрание дало нам, и митрополитца все, мы не патриархийные. Ну, а они, главное, требовали эти, говорит, патриарха нет уже, то есть этого, митрополитца. Папа римский, чтобы расписался. Да, да. Иисус Христос. Я это, я положила все это, посмотрели, он говорит, так, так они вас обижают, а почему их полиция забрала, спрашивают этого дьякона. Он говорит, да они неделикатно себя вели, надо как-то поспокойнее разговаривать, они так грубо разговаривали. Я говорю, ну как они могли грубо разговаривать? Началось. Ага. Но, говорит, все там, я говорю, ну я не видела, не знаю, я не могу ничего сказать. Митрополит говорит, этих людей не трогать. Ну, и мы расстались. Потом я второй раз уже его встречаю опять. И он опять ко мне подошел, разулыбался, все, в деревню поедем, поедем в деревню. Этот священник тоже самый, и все. Что, поедем, то о чем ты сказала? Он говорит, в Потеряевку. Да, он говорит, в Потеряевку. Татьяна была и Александра Михайловна были. И он их спрашивает, вы в Потеряевку поедете, Татьяну, и Александру. Ну, если будет Господу угодно, говорит, Господь позволит, то поедем. Он говорит, ну я еду. А то, что на этой неделе, вот, в воскресенье, будет 26 лет в Потеряевке. Да. Это дьякон, он меня еретиком, сектантом, раскольником. Да вот этот вот, Георгий, или как его? Я не знаю. Его, он как меня, Игорь, по-моему, звали его. Он к Никите постоянно ходил. Ну, это не черный, который был в Потеряевке-то. Нет, нет. Но он был тоже в Потеряевке. Он тоже был в Потеряевке, все знает. Он все знает. Ему, как мне лет, за 50 уже. Да, да. Ну и что дальше? Ну и потом, он спрашивает их, поедете, нет, они говорят, ну может. И этот священник, а священник отдельно от епископа пошел, он ко мне подошел и говорит, приезжайте ко мне, вот, хоть все приезжайте. Кто? Я новый священник этот, Анатолий. Старый который? Молодой. Молодой? Он говорит, у меня дядя, отец Михаил Капранов был. А куда приезжать-то? В Санниково. Он говорит, я в Санниково. В Санниково? Так надо ехать, у нас там мы неблаговестные. Нам запретили в Санниково, рядом. Приезжайте. Нам там запретили, мы туда ездили, там отказали. А там другой, я не знаю. Ну конечно другой, это было три года назад. А этот приглашает, говорит, и распространяйте, и беседуйте. Мне нужны такие люди. Он говорит, мы строим, говорит, на первом этаже у нас купель, где в полно погружение я делал. Молодой, он знает о чем говорить. Слава тебе, Господи. Полно погружение. А я все знаю, ролик смотрю. Это я когда в университете вел занятия, и оттуда пришел человек, и говорит, я от Михаила Капрана, от батюшки, от настоятеля Никольского храма, скажите Игнатию, отец Капрана сказал, вот Михаил, что купель построили. Я говорю, так вы еще для меня и строили. И еще я хотел сказать насчет вот этого, почему все это сделалось. Потому что мы, у нас батюшка начал не так давно поминать за богослужением патриарха Кирилла и митрополита Сергия. И что тут такого, что мы пошли, ну чуть ли не к нашим братьям родным. И я как могу по-другому это сказать? Я спросил батюшку, почему мы поминаем патриарха? Я не слышал никогда даже. А он, что не слышали? Как он патриарха поминает? Нет, я не слышал. Да только воинство, слава Богу, не поминает еще. Он поминает постоянно. Вот он уже при мне поминул 20 раз. Дома мы молимся везде, а в храме у нас этого не было никогда. Игнат Тихонович, я вам говорю, батюшка, третье богослужение, вот как я с больницы пришел, я три раза он был на богослужение у батюшки. Он молится за патриарха и митрополита. И причем великий наш господин патриарх Кирилл и преосвященнейший владыка, митрополит. Это они, когда у нас служат, они это могут делать. Батюшка теперь делает это постоянно. Я с ним уже беседовал. И он сказал, я говорю, а что тебя, говорит, смущает? Я говорю, меня смущает. Поминайте патриарха. Только наш не говорите. Это он ваш, говорю, а он никак не мой. Ну да. А он, не, ну, я же его имею в виду, что он наш православный. Я говорю, это, говорю, что-то непонятно такое. Не слышал, Игорь, я это не слышал. Ну вы сейчас слышите? Сейчас слышу, я спрашиваю батюшку об этом. Обязательно спросите. Когда приезжает к нам митрополит, тогда ясно дело, их диакон возглашает по полной программе. А когда нет, и мы вообще его имя не произносим. Я все это тоже слышал, что вы сказали. И теперь далее. Это еще не все. И я сказал, батюшка, так вы нас как бы мягко сватуете в московскую патриархию, я уже понял. Он говорит, а я что, вечный? Я говорю, то есть вы хотите сказать, что если вас как бы не будет, то вы нас передаете какому-то из священников московского патриархата. То есть им выгодно, что батюшки не было. Сегодня же я его задавил. Однозначно. Я говорю, вы так понимаете? Все так понимаете. Я говорю, батюшка, общины не будет никакой. Нам ничего нельзя будет делать. Нас сразу во всем везде запретят. Сразу. Потому что надо будет, чтобы что-то делать, демонстрация, ты больше трех не собираетесь, куда-то там что-то писать, о чем мы будем говорить, что будем распространять, надо будет нести там кучу бумаг. И все. И это дело заволынет. Даже пускай нас специально не будут останавливать и говорить, нет, никогда. А даже так заволынет бюрократически. И все. Когда он батюшка стал поминать? С какого? Я пришел первый раз на богослужение. Сейчас, когда батюшка приехал, это меня выпустили так. Сейчас скажу. Три недели назад. Три недели назад. И он тогда начал поминать. Ну, может быть. Я поговорю. Дело в том, что за рубежом, которая, зарубежная церковь, за рубежом не в России, есть такие, которые не поминающие. И с этим согласилась патриархия. Резбо не будет. Батюшка начал поминать самостоятельно. Как поминать, еще надо, я посмотрю. Это имеется в виду, в каком месте или что-то. Он сначала начал поминать, я вам скажу, правителей. Он сначала поминать начал правителей. Правителей он начал поминать где-то с год назад. Может, чуть побольше. Мы волимся, я молюсь. Правителей. А вот в этот раз, вот сейчас вот он, три недели назад, во всяком случае, я слышал, он начал поминать нашего великого господина, патриарха Кирилла Московского. И потом идет митрополит зарубежной церкви Иларион. И после него митрополит Барнаульской и Алтайской епархий Сергий Высокопреосвященнейший наш господин. Тут такое может быть. У батюшки книги-то все патриархийные. Богослужение все составлено для патриархии. И книги оттуда у него. И он в таком состоянии, батюшка, он вполне может читать совершенно, не думая, о чем ты думаешь. Он просто считает и все. Я с ним беседовал. И еще могу раз повторить наш разговор. Он сказал, я не вечный. То есть вам все равно надо будет где-то быть. Я говорю, то есть вы нас мягко сватаете в московскую. Ну а как, что еще делать? Никогда этого не будет, повторяю, никогда. Потому что это смерть. Там ничего, кроме смерти, не будет. Притом быстрой смерти. А вот сейчас показывает, какая будет смерть. Она будет мгновенная, как удар змеи. И никто ничего не ожидал. А камеры нет. Такого отношения, как этот митрополит. От другого ждать, который придет, а его поставят сейчас. Да его сейчас снимут и все. Да. У них он тоже не вечный. Нет. Тогда сидели за столом, когда сидел Максим и втихий. Ну а Максим говорит, ну ваш епископ, гарант. Я говорю, гарант полумертвый. А их обоих ни одного уже нету. Все. И давно нету. А когда начали мухревать, я просто встал, вышел. А Максим спросил, так Игнать еще не вернется на эту беседу. А он говорит, никогда на это не пойдет. И чего ради я буду кривить душой-то? Нет, Игнать Игнатьевич, я не просто с вами согласен. Я прям готов сейчас раствориться в вас, как мы во Христе. Но дело-то все в том, что тогда активнее давайте участвовать во всем этом. Может быть, вот это то, что было вчера, простите, как раз и показало для батюшки, что не все так благополучно в Датском Королевстве. Батюшка благополучно, я поясню сейчас. Батюшка благополучно не говорит. Он желает, чтобы было тихо, там мирно, поехал по монастырям и прочее. Но опоминания речи не было. Далее. Я даю завещание, когда на первом месте, первый пункт, никогда во веки, веков не быть патриархией. Почему? Это смерть. Только стоит туда войти, и все кончилось. Дверь захлопнулась, и дальше они с тобой расправятся по нитке. Насильничать будут. Это насильники. Они не могут без власти шагу шагнуть. И вот они показывают, как. Это сергианцы, митрополита Сергия Строгородского. Они по-другому не могут бы действовать. Так, вопрос этот я буду отдельно у батюшки спрашивать. Хорошо. Так. Я еще что хочу сказать. Что вот этот дьякон, он всем людям присутствующий. А там много было людей, которые мы разговаривали. А, там кричали, да, еще. Это сектанты точно. Ну, не надо больше слушать. А он сказал, это зарубежники, это не сектанты, это зарубежники. Ну, ладно, подожди, сейчас отомнись. Это все уже говорено было. Тут вот какое дело. Каждый раз, когда мы ходили, я ходил с вами, то у нас были красные четверо Евангелия, где написано по благословению патриарха Кирилла Святейшего. Так написано. Вы пошли с другими. Я их посмотрел и сказал, с этими Евангелиями не ходите. Это не православное издание. Хотя все правильно, они будут придираться. Я вам заранее все выложил. Я говорил неоднократно, с этими Евангелиями не выходите. Вы все нарушали. И вам поэтому по рогам Бог дал. Не знаю, ничего не слышал. Так, минутку. Не слышал ни разу. Я неоднократно говорил, неоднократно. Даша Сергея сделал печать, ставит печать. Я подходил и говорил, не пойдет, печать не надо. Не слышал, не слышал такое. Не понял, что? Не говорили мне такое печать. Я при вас каждый раз ставил. Я печать каждый раз говорил о печати. Я при вас. Какой печать это? Смысл какой печать? Ну какой там? Вот, вот, все, больше там ничего нету. Все. Я сказал, Евангелие это не нашего издания. И те, которые издали, они будут недовольны. Я не говорил об этих-то. Говорил я тебе, когда вы ставили, там сидел ты на том столе, в углу, я сказал, посмотрел. Я говорю, я не одобряю это. Я никогда не одобрял это. Сектанты будут недовольны? Или будут московские патархии недовольны? Я что говорю сейчас, понятно? Нет, непонятно. Я еще раз скажу, что с этими Евангелиями я говорил, не выходите. Издание не православное. Хотя взятое из православных. Я его проверил, посчитал, сравнил. Все. Сказал, Евангелие синодального, там кое-где новые слова замененные, но ничего вредного здесь нету. И мы раздавали их. Но здесь не надо. Я сказал. Даша, печать, про печать несколько раз говорил. Вы ставили, что-то даже одно время она сломалась у вас или еще с печатью было. Я посмотрел и говорю, зачем ставите? Это Евангелие не ваше издание. Допустим, те люди, которые издавали, они хотят, чтобы их посещали. Вы хотите, чтобы посещали вас. Говорите, где идут занятия. Занятия православные. Ясно, конечная цель людей, чтобы пришли в православие. Ну, надо как бы так. Ну, а сообщина такая, где запрещено к себе звать. Вот необычность-то общины в чем. И милостью Божьей мы просуществовали уже не 10 лет. Ну, и кто к нам пришел? Мы ставим печать эти уже годами. И где люди? Где тут поток этот людей? Так, серьезно. Где эти крестные ходы в крестовозвиженскую общину? Подожди, ничего не надо дальше говорить. Дело в том, что... Понятно. Будьте спокойны. Если правда на вашей стороне, вам волноваться не надо. Дело в том, что воскресенье будет... В это воскресенье осталось всего там 6 дней. Митрополит Сергий Иванников, он будет в Потеряевке. Вы будете или не будете, а мне придется разговаривать. И разговор именно в этом направлении пойдет. Потому что они взяли, они в конце увидят, там, которые добавки делали, неправославные. Они не против православия, общее, но это неправославное. И вы не отрисали это. Дальше. Стоит печать, вы же призываете их к себе. Вот это... А мы говорим, люди, которые приходят, мы беседуем, мы всегда их направляем в храмы московской патриархии. Они скажут, а тут, мне нужно будет говорить, что это занятия идут. И на занятиях мы вообще никого никуда не забьем. Просто... Да. Он дает, чтобы люди могли услышать слово Евангелие. Но мы находимся прямо под боком здесь, и они обязательно за это ухватятся. Обязательно. И разговор не окончен. Когда он приедет, может быть, с зиаконом, они поставят здесь... Я должен... Я не буду защищать это. Я скажу, в данном случае мы поступили неразумно. Мы таких Евангелия раздали, я им скажу, не менее 50 тысяч. Их собирали, и было такое, попы, и жгли прямо в церковной ограде. Вот за это вы ответите. А там что? Они как покаяться, разъясняют. Да это каждый православный должен знать. А вы берете. Они теперь, что если это издано указание патриарха, синода, что Евангелие, Библии, если на них нету изданной патриархии, как вот красное было, не должны раздавать. Это как с Ветель Мегов приравнивается. Библии, которые шли на Востоке, и которые шли через Скандинавию, арестовали, все лежат на складах. Нет надписи. Изданные за рубежом, надписи нет от патриархии, они перешагнули грань. И отсюда я сделаю вывод, Бог и будет уничтожать. То есть прямо написано с синодального перевода, на издание стокгольмское. Все арестовали на складе, лежат по сегодняшний день. А теперь я прихожу на склад. Тут было арестовали. А у меня близкий начальник таможни. Я пришел и говорю, как дела идут? Ну вот арестовали, говорит, не знаю. Говорят, что? А симфония-то она в трех была. Тебе надо, говорит. Я говорю, с удовольствием. Я их все забрал и раздал. Но люди, те, которые их везли, они их никогда уже не получат. Так и здесь. Были допущены ошибки, мы их должны осознать и впредь этого не повторять. У нас никогда не было, когда мы раздавали. Они там кричат. Мы даже и говорить, что мы зарубежные, это мы не обязаны говорить. И еще тут ничего.